Всему вот этому вот Леону, почему-то я думал, что Леон, он будет, знаете, через Е, как это обычно и бывает во всех GTA, Самп, Ютуберы, вот эти вот все мобильные, андроидовские, все Ютуберы знают, я уже решил, что я пойду-то на все эти ОБТ на Ютубе, я посмотрю, как другие люди сходят, и там все уже, сами уже знаете, как все это происходит. Открытый бета-тест, как я уже и говорил, будет 11 декабря, и там, знаете, убеждение в том, что, мол, якобы мы сделали хороший продукт, у нас хороший сервер, мы его скоро, так знаете, еще немножечко так, и можно будет, наверное, уже зайти на реальный вот такой, знаете, не ОБТ, не все вот это, а уже чисто зайти, так знаете. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Ну, что я могу сказать? Ну, особо-таки ничего, все, ладно, всем до свидания, пока. Ну, ладно, на самом деле, есть что сказать по поводу всего вот этого, знаете ли, бриллианта роли-плей. Наконец-то есть официальная дата того, когда все это, наконец-таки, будет, когда люди, которые уже давно ждут весь этот проект, когда они уже давно собираются на него зайти, поиграть, может быть, даже задонатить, кто же знает там, что у них будет. И есть дата, которую сегодня я вам хочу озвучить, которую уже, как лично мне там писали в комментарии, знают абсолютно все GTA-самп-ютуберы, вот эти вот все мобильные, андроидовские, все ютуберы знают. Один ты за ДС почему-то не знаешь, но, наверное, из-за этого на меня и подписываются. Друзья, все нормально, подписывайтесь, я молодой Амар Генштерн, все будет хорошо, подписывайтесь, я знаю, что я делаю. Все у меня всегда идет по плану и всегда я о всем сообщаю, вот, знаете ли, самым первым, поэтому, ну, вот, нечто подобное там будет. Бриллиант роли-плей. На новом скриншоте показали много всего интересного. На фоне виден поселок Леон, вероятно, элитный, а на автомобиле появились российские номера. Помимо этого, можно заметить иконку голосового чата, которую можно будет опробовать на ОБТ, ну, то есть, открытое БТ-тестирование, я думаю, вы это понимаете. Оно состоится уже 11 декабря, и в конце вопросик, ну, вы сами все это видите, придете, и лично я-то, как бы, не пойду. Я уже решил, что я пойду-то на все эти ОБТ на Ютубе, я посмотрю, как другие люди сходят, посмотрю, что там вообще будет, чтобы самому в очереди, знаете, не стоять, не заходить, не скачивать, не делать все вот эти вот прочие вещи. Я чисто так, знаете, зайду на Ютуб, посмотрю, что там вообще чуваки навыпускали, и, исходя из всего этого, сделаю уже видеоролик насчет того, там, удачное ОБТ, неудачное, много ли там багов нашли, много ли там всего устранили, как вообще все это протестировали, и так далее. Но, разумеется, с ОБТ-то все понятно, оно будет 11 декабря, во сколько по времени, непонятно, видимо, там, знаете, с 12 часов ночи до 12 часов ночи следующего дня, либо там до 23.59 этого же самого дня, и уже в 00.00 все, сервак закрывается, карета превращается в тыкву, и там все уже, сами уже знаете, как все это происходит. Но давайте рассмотрим скриншот. Разумеется, уже обо всем этом сказали в посте, в посту, но я хочу все это обсудить немного с другой стороны. Давайте начнем из левого верхнего угла. У нас там есть карта, на котором есть, в которой, у нас есть радар, на котором есть прекраснейшая HD-карта вот всей этой местности, все замечательно, все хорошо, все отлично. Есть кнопки, какие-то две стрелки, непонятно какие, Alt и левый Ctrl. Ну, типа, наверное, для того, чтобы газовать, ехать и делать все прочие вещи. Потом, немного, если отойти, так знаете, правее, то мы увидим Леон. Это уже, как было понятно, не БК Леон и не все прочие вещи. Это у нас элитный жилой комплекс, в котором смогут жить все богачи, которые на открытии задонатят миллиарды, которые там все вот это вот, знаете, прочее сделают. С этим все тоже более чем понятно. Потом мы видим часовню, но это, разумеется, все прилагательное, прилагающееся к всему вот этому вот Леону. Почему-то я думал, что Леон, он будет, знаете, через Е, как это обычно и бывает во всех Леонах, но тут он скорее Лайон, или Леон, как из Доты, знаете, Леон вот есть там, который... Хотя, кому я все это рассказываю, есть тут чуваки в КРМП на телефоне играют, там уж явно не до Доты, Доты на телефон, насколько я могу знать, нет, по крайней мере, каких-то вменяемых клонов. Есть какие-то прям, знаете, такие пародии на пародии на пародии на клонов, но в остальном все такое, знаете, какое-то очень скучное, смутное и непонятное. Открытый бета-тест, как я уже и говорил, будет 11 декабря, и давайте попробуем вообще предугадать, что будет на всем этом открытом бета-тесте. Смогут ли все вот эти вот, которые заходят, тестеры и так далее, ну, разумеется, тестеры это любой человек, который зайдет, а бета-тестирование-то оно как бы открыто, заявок никаких не надо, ничего там вообще не надо. Жалко, конечно, что вот времени уточнили, потому что со временем было бы логичнее, куда заходить, а во сколько вообще заходить на YouTube, чтобы смотреть все эти трансляции с открытого бета-тестирования, что вообще делать и так далее. Какой исход может быть у всего этого бета-тестирования? Они утвердятся в том, что... Или убеждутся, или подтвердят свои вот эти вот все, там, знаете, убеждения в том, что, мол, якобы мы сделали хороший продукт, у нас хороший сервер, мы его скоро, так знаете, еще немножечко так отполируем, и все у нас будет, так знаете, замечательно круто и вообще замечательно еще раз. Есть еще один вариант, когда багов при большом онлайне найдется так много, так просто до крыши, что они закроются на доработку, на переработку, и в этом году мы бриллиантру или плей не увидим. Непонятно, могли ли мы его увидеть до этого, но в целом, наверное, вот в этом году уже я могу сказать, что мы, скорее всего, его не увидим. Сейчас они сделают все это ОБТ, потом все они это сделают, и уже, наверное, в 2021 году уже все это, в общем-то, и будет, и можно будет, наверное, уже зайти на реальный вот такой, знаете, не ОБТ, и все вот это, а уже чисто зайти, так знаете, с нуля каким-нибудь бомжом, начать развиваться на всем этом бриллиантру или плей, и действительно уже, так знаете, подходит время уже, до открытого БТ-тестирования остаются вот считанные дни, и ажиотаж нарастает. Все ждут, все хотят, все уже, давайте, давайте хоть какую-то лику информации, дайте, что там за ОБТ, что нужно, что не нужно, какой телефон нужен, какие системные требования, что вообще будет, что не будет и так далее. А вполне возможно, что сервер таки останется на уровне какого-то открытого БТ-тестирования, и куда-то дальше он не пойдет. Вероятность всего этого, конечно, мала, но если учесть комментарии из моего предыдущего видеоролика, в котором люди говорили о том, что, мол, да ты тупой, да ты дебил, да ты умственно отсталый, ты ничего не понимаешь, продали только Даймонд, а бриллиантру или плей, это же не Даймонд, это же не дочернее предприятие, это же не все вот это вот прочее, продали только его, ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь, бриллиантру или плей до сих пор находится у Санька, и не передан никаким вот этим вот всем выходцам с Аризона РП и с Вольфру или плей. Если это так, то спешу вас расстроить, в этом ничего такого, знаете, интересного прямо уж нету, потому что Александр Степанов, он славится тем, что, ну, по крайней мере, в последнее время славится тем, что, ну, вот так оно все происходит в жизни, знаете ли, когда вот он чувствует, что вот он там болеет, что вот он больше не может всем этим заниматься, вот он все это бросает, вот он все это делает, а если еще ОБТ пройдет очень плохо, то тогда, тем более, надеяться на что-то такое, знаете, серьезное, на что-то такое крутое от Александра, ну, не стоит, потому что, скорее всего, он упадет в какой-то тильт, впадет в какую-то дизмораль, во все прочие вещи, возможно, начнется какая-то апатия или вроде того, и бриллиантру или плей мы сможем увидеть, ну, никогда, либо там через год, либо через два, либо через три, либо через четыре, непонятно, как все это будет. Опять-таки, это все мои шизофренические предположения, вы можете к ним прислушаться, можете сказать, типа, ты что, дебил, да такого никогда не будет, да, у бриллианта ролеплей все уже схвачено, все уже будет круто, все уже будет классно, посмотрим, вот посмотрим, как оно все будет, и тогда уже все будет, так, знаете, нормально, наверное, или нет. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Rollieplay Phoenix IP, а также вся прочая информация, там, никнеймы, вот, промокоды, все вот это вот прочее, оно находится в описании, заходите туда, там со всей этой информацией ознакомливайтесь, ознакомливайтесь, и там все будет, так, знаете, интересно, круто и замечательно. Всем спасибо за просмотр, наверное, и удачи там на ОБТ, на открытии, на прочих делах. До свидания, пока.